всем привет дорогие друзья подписчики и гости моего канала с вами канал видео бомба и как всегда я факт югейм видите он он факт югейм тысячу лет не делал я видео по рхэйдж потому что максимальное количество всяких разных тематики исчерпана я не пвпшер не не хожу там мордяки не рву на части людям вот я более по экономической части игры всегда вот ну интересно мне экономика в играх а пвп одно такое второстепенный скажем так для меня лично кем вот так что сегодня у нас будет новый видосик есть повод для чего 11 тысяч кошельков у нас с второго этажа ребята я думаю что это немало 11 тысяч кошельков вот ну что ж приступим есть вот такие у нас перчатки есть у нас вот такой вот свиточек сейчас у меня тут 5000 очков работы своих я сейчас открою вот эти синенькие кошелечки мы откроем вместе с вами а дальше уже простые кошельки будем открывать уже под ускоренным темпом чтобы это не было настолько скучно и под музончик вот если вы будете замечать что кошельки исчезает ну очень быстро да они будут исчезать очень быстро потому что я при рендеринге видео буду ускорять его но картинки не буду рендерить то есть у нас идет для человека так чтобы нормально человек видел 32 кадра в секунду для глаза вот при ускорении эти кадры исчезают вот я не буду их восстанавливать то есть ускорение у нас будет идти с маленькими отрезками можно так сказать вот и чтобы видео максим максимально быстро для вас прошло и менее мучительно потому что для меня это будет как минимум два часа вот я уже приблизительно почитал подсчитал сколько он открывает десять кошельков сколько времени надо для меня это будет два часа для меня это будет очень мучительно ну что ж меньше слов больше дела поехали открывать синие кошельки я надеюсь там не хоть место то хватит инвентаре оставил я 16 слотов надеюсь что хватит для этого всего дела но может не хватит что-то я смотрю да недостаточно места в инвентаре давайте парочку обычных кошельков мы выложим с вами там тысячонку а потом уже в конце видео я его заберу обратно потому что место это одно из даже две тысячи давайте закинем кошелечка чтобы хотя бы 20 слотов было свободных вот этого я думаю будет достаточно так а потом я уже это все дело верну инвентарь поехали дальше открывать так вы все засекли сколько было в инвентаре денег ну ничего потом перекрутим начало видео посмотрим сколько было денег и сколько в конечном результате у нас получится денег потому что я не засекал я хочу чтобы это было для меня сюрпризом денег должно получиться много думаю порядка где-то 6 тысяч голды где-то вот так вот плюсом к этому балансу что уже был для меня видео конечно будет состоять из двух частей я так понимаю чтобы этот весь этот весь шлак продать это мне придется дня два его продавать потому что я люблю продавать по актуальным ценам я не люблю продавать по ценам не актуальным там занижать цены вот а люблю именно нормально продавать так я лучше немножко дольше два-три дня буду продавать но буду продавать по нормальным ценам так имбирный ой имбирь блин то шо ж такое вот имбирь блин нету нету соточек баночек по 100 так ну чё поехали выкупать то что есть кстати банка подорожала почему-то было по 46 47 сейчас по полтиннику ну чё то мне не очень хочется выкупать дороже полтинника потому что полтинник это ну как бы самая верхняя цена такая даже может быть придется поставить немножко ну давайте посмотрим какие у нас цены были до самая низкая цена дня он было даже 45 50 но сейчас 12 часов дня мы можем подождать там часа до 4 вечера принципе видео просто сейчас поставлю на паузу вот и дальше пойду себе заниматься своими делами а днем уже посмотреть какая будет цена он вчера вообще 43 голды 50 серебра была цена самая низкая средняя цена он 47 32 да ну блин попал по полтинничку это за каждую баночку мы теряем по три голды где-то по две с половиной это десять банок а с учетом того что чтобы это все открыть надо банок 200 где-то да мы потеряем очень такую немалую сумму где-то 600 голды переплаты за банки так посмотрим а тут уже вот идет по 50 48 да это дороговато дороговато уж слишком много нам нужно банок для того чтобы для того чтобы это все дело открывать а тут уже вот все же по 52 короче друзья сейчас я буду ставить видео на паузу и продолжу когда немножко хотя бы цена баночек просядет там сейчас наши донаторы попросыпаются они обычно играют там до ночи уже вот это возьмем около 32 банки получилось немножко по открываем уже на эти банки которые есть потому что очень сильно просядем посчитать это надо чтобы 11 тысяч кошельков открыть надо очень много банок и это только переплаты по банкам будет очень много вот я все таки вот это сейчас немножечко пооткрываю еще дальше буду кричать может в чатик покричу немножко может кто-то отозвется и продаст нам баночек подешевле там хотя бы по 47 ну чё поехали открывать будем открывать не знаю что я буду делать как в этом все время потому что я могу и так сидеть и так и так и так и переминаться я наверное даже успею посмотреть там пару десятков видео на ютубе за это время пока он будет все это открывать а это будет занудный процесс конечно ну что ж не буду вам своей грустной миной портить всю картинку наверное веб-камеру я сейчас отключу так захват окна захват видео захват видео так а можно его как-то на паузу я бродкастом просто снимаю об этом переименовать удалить просто на паузу его можно как-то о можно просто на глазик тык 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 так друзья ну что ж камеру я выключаю микрофончик выключаю дальше будет идти хорошая музыка вот отличная музыка постараюсь подобрать для вас музыку как можно лучше вот чтобы было вам приятненько смотреть на это все безобразие на 11 тысяч кошельков все встретимся в конце видео а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 с ОБС, но почему-то весь звук запоролся. Как вы видите, распечатал я всё. Продаю клубочки. Тут ко мне Масяня подошёл. Он там такие смешные вещи выдавал. Жалко, что не записалось. Ничего страшного. Продал я клубочки. Клубочков получилось там на 2000 голды. Только клубочков. И будем продавать этот шлак. Весь этот шлак я продавал где-то дня два. Что вы увидите дальше. Там нормальный кусочек видео. Я его отснял уже сегодня. После того, когда всё продал. Ну что, смотрим последний кусочек видео. Ну что же, друзья. Вот всё и продалось. Как вы помните, я говорил в начале видео, что буду распечатывать часа два кошельки. Нет, у меня ушло 10 часов, чтобы открыть 11 тысяч кошельков и 500 таких сундучков Эрнард. Так мне и не выпала книга. Ни при фарме, ни при открытии для крафта Эрнардского шмота. Если кто знает, какие изменения и откуда эти книги падают, сейчас напишите, пожалуйста, в комментариях, откуда сейчас книги берут. Потому что, ну это бред какой-то. 11 тысяч мобов это минимум я убил. Потому что, насколько я помню, раньше было такое, что кошельки не с каждого моба падали. Не знаю, сейчас это так или не так. Но раньше точно знаю, что там один из трёх мобов мог быть пустой без кошелька. Только падали куски библиотечные на шмот. Вот. Не знаю, сейчас так же или не так. Ну что ж, давайте посмотрим, что получилось. Я думаю, всем интересно. По сегодняшним актуальным ценам для топ-четвёрки серверов получилось с 11 тысячи кошельков 5 тысяч голды чистыми. Это ещё плюс. У меня осталось 13 банок ОР. Это банка по 47. Давайте закинем её вот так. Ну вот, почти 5 с половиной тысяч. Можно так считать. То есть, если я сейчас баночки продам, это 5 с половиной тысяч получится. Много это или мало? Я думаю, что мало. Потому что потрачено времени где-то около трёх недель точно. Если с учётом того, что продавать ещё надо это всё делать. Ну, вы сейчас скажете, можно и пофармить. Потом пока отдыхаешь, выкладывать на аукцион. Да, можно это всё совмещать, но не у всех есть столько времени. И вот за три недели мне удалось накопить всего лишь, ну, всего лишь 5 тысяч голды. Я уверен, что паками можно сделать гораздо больше. Раза в три, а то и в четыре. Больше. На рыбалке можно сделать больше. Но это видео я делал не для этого, чтобы показать там, что можно из библиотеки хорошо фармить. Я знаю, что библиотека уже давно не актуальна. Там просто мне было интересно, вот, ну, сколько, сколько получится с такого объёма заработать. Вот пять с половиной тысяч голды, как вы видите, получилось. Так что, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Можете в комментариях оставлять какие-то челленджи ещё по архейджу. Я буду пробовать их выполнять, делать видео. Может, кому-то это будет интересно. Потому что, ну, честно, не знаю, что снимать. Ну, крафт снимать вещи. Ну, крафтятся они. Ну, и хорошо. Сейчас с внедрением новых вот этих домов, на которых можно всё крафтить, вообще без проблем сейчас всё крафтим. Раньше было интересно, что тебе выпадет, что не выпадет. А сейчас всё намного проще. Вон, на 11 тысяч голды закупился ресурсами, пошёл на дом и крафтишься. Так что это уже не так интересно. Пвп снимать? Ну, хватает пвпшника одного у нас топовый пвпшник. Это лискейт. Это не пиар, не реклама, не подумайте. Вот. Ну, нормально, чувак пвпшится этого контента, его пвпшного вот так вот головой пор. Показывать, как там клумбы какие-то ты на огороде собираешь, тоже не интересно. Потому что, ну, все тематики раскрыты, я не знаю, что ещё может быть вархеджи. Фарм данжи. Данжи вообще унылые, вархеджи. Фу, я не знаю, уже эти корейцы мои, либо что-нибудь придумать. Хотя бы по аналогии с ловом, я не знаю, пускай бы их бы называли бы ворами, идеей, данжей. Но данжи надо было сделать интереснее. Не знаю, поиграл я немножко в лов, очень интересно, массовые данжи. рядом, когда ты идёшь большим, красиво, проходишь, пещеры. Ну, классно, мне понравилась система данжи. Вот, не знаю, сейчас вот у нас близится Revelation, посмотрим, что это будет за игрушка, я уже с нетерпением жду. По обзорам с Китая, это что-то между линейкой Вовом, Терой и Блэйден Соул, то есть, это какая-то такая сборная солянка, вот, даже немножко где-то какими-то участками игра Инар Хэтч похоже. Ну, посмотрим, что это будет. Я немножко побегал на китайском сервере, меня очень как бы начинает трусить от того, что я не понимаю, что я делаю, вот, поэтому забросил я это дело и не стал я там докачивать персонажа до какого-то большого уровня, уже выйдет вот на России бетка, уже будем тогда пробовать на Россию. Все, спасибо вам большое за внимание, еще раз напоминаю, ставим лайки, подписываемся на канал, если это видео наберет, ну, хотя бы 500 лайков, я так понимаю, что у меня канал уже, давно я забросил канал, ничего не снимал на канал, нормального, актуального, вот, если канал наберет хотя бы, если это видео наберет хотя бы 500 лайков и хотя бы там, 5 тысяч просмотров или 10 тысяч просмотров наберет это видео, я тогда буду делать еще видео я буду видеть действительно, что вам нужны мои видео и я буду делать так что не забывайте еще и репостить в социальные сети это видео, я думаю это будет людям интересно, все-таки 11 тысяч кошельков не каждый сможет высадить, нафармить такое количество кошельков и потом открыть и показать все, всем спасибо за внимание пока-пока, до скорой встречи